Друзья, приветствую! Алексей из Тольятти прислал посылку с образцами масла Neste Turbo LXE 1040, масло для коммерческой техники. Так, две баночки, сейчас свежая отработка, вот подписано. Я здесь ускоряю, чтобы не затягивать видео. Так, описание, автомобиль, двигатель, условия эксплуатации, секунду, сейчас покажу вам. Так, информация более чем полная, информация по двигателю, вплоть до степени сжатия. Так, далее информация по маслу. Тут у нас, сейчас я скрою, извините, телефон Алексея на всякий случай. Вся доступная информация. Так, и можно приступать. Первым делом, естественно, необходимо создать эталон, для этого я обновлю спектр на ранее созданные болванки. Посмотрим, что намерит прибор, по необходимости подкорректирую и буду проверять отработку. Вот такая спектрограмма, есть небольшой пик, ну такой, может быть одна десятая, девять сотых, ну так, в районе полутора процентов до двух. От полутора до двух я бы так оценил эстеры и так далее. Что намерил прибор, противоизносных восемьдесят девять процентов, ну как бы немного, хотя здесь эстеры, возможно, ими замещают, восполняют функции защитные. Так, гликоль сажу я подкорректирую. Смотрите, прибор намерил девять и шесть, здесь я выставил, значит, десять сначала, сохранил, но потом уже не попало в видео. Я подкорректировал, выставил десять и шесть, подумал и выставил так, как заявляет производитель, десять и шесть, так что не обращать внимание. Так, ну и кислотный один восемьдесят восемь, хотя может быть его надо было пониже сделать, но тут скомпенсировано, чуть поднял щелочной и оставил кислотное. Так, это у нас MAN TGX восьмого года, десять с половиной литров двигатель, шести цилиндровый, четыреста сорок сил, 42 литра объем масляной системы, пробег почти 1200 километров, ну и вот видите, средняя скорость 62 и посмотрите, что намерил прибор 86 по противоизносным присадкам, то есть, в общем-то, нормально все. Так, сажи, посмотрите, какая низкая сажа, поразительно, шесть сотых, это обалдеть можно, честно говоря, как это нереальное. Значит, кислотная 2,69 и щелочной 7,6 на 3 единицы, но необходимо учитывать, скорость высокая, очень средняя, возможно из-за этого и сажи, ну немного так, но необходимо учитывать 12 литров долитого масла, то есть, уровень доливки такой серьезный, ну и топливо, видите, да, Роснефть. Сейчас посмотрим, что случилось, значит, с вязкостью данного образца, смотрите, у шесть сотых сажа, а выглядит все равно очень черным маслом, ну, по крайней мере в линейке, не знаю, может и глюканул, но как-то очень низко, это просто идеально работает. Да, видно небольшое разжижение, вот, а возможно, что образец был так взят, что тут объемы доливки и как-то не совсем хорошо перемешан, ну, не знаю, Алексей может быть прокомментирует. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, кто не подписался, нажимайте колокольчик, если хотите получать уведомления. И прогноз, прогноз космический, почти 1300 моточасов по моющим нейтрализующим свойствам, больше 80 тысяч километров, но учитывайте сразу, да, здесь объем доливки более четверти, то есть можно четверть сбросить, но в районе там 900 моточасов, в принципе, нормально, да. По нитрованию тоже вопросов нет, и по вязкости, сами видите. Но это трасса, здесь масло работает в хороших условиях, там особо там не не скапливается ни топлива, ни конденсат в масле, 62 километра в час, высокая средняя скорость, то есть практически там на ограничителе, наверное, машина все время ездит, 88 у грузовиков европейских, хотя многие отвязывают ее от ограничителя. Значит, да, машина ходит с полуприцепом, со шторой, вот написано, значит, ну и груз от 15 до 20 тонн, небольшой, да, для этой мощности, то есть, сами видели все. Единственный вопрос какой, по саже, ну очень низкая сажа или так идеально работает все, сложно мне сказать, с сажей вообще прибор всегда очень точно определяет, насколько я помню, по крайней мере такого не было, ну или доливка, здесь уже как-то неправильно смешалось. Ну вот такое масло, в принципе, я думаю, что если бы не доливка, то наверное 1050 в данных условиях могло бы оно, ну с учетом такой высокой средней скорости 62 километра в час отработать. Вот такой получился тест, благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!